Наталья Петровна Наталья Петровна, она до сих пор привлекает большое количество ученых. И я хочу начать. Вот. И куда здесь нажимать? А вот так. Ну, а вот я на теговочку нажимаю. Нет, нет, нет. Вот сюда. А, вот сюда. Вот зеленая. Понял. Это указка. Слушайте. Я хочу начать вот с этого слайда, на котором Наталья Петровна и его ученики. Это 1985 год. Мы получили медали лауреата Государственной премии Советского Союза за фундаментальное исследование в области физиологии человека. А справа это диплом под номером 347, который дан за открытие о свойствах нейронов подкорковых образований мозга человека. Надо сказать, что Наталья Петровна, она была пионером в исследованиях мозга с помощью метода вживленных электродов. То есть пациентам по лечебно-диагностическим показаниям имплантировались электроды в различные образования мозга. И когда эти больные лежали в клинике, у нас была возможность с этих электродов записывать различные физиологические параметры, естественно, с разрешения пациентов. И эта возможность была уникальная. Мы записывали и импульсную активность нейронов, и сверхмедленные процессы, и напряжение кислорода, и много-много чего другого. И в те годы мы записывали импульсную активность нейронов. И вот здесь представлены фрагменты этих исследований, постсимульные гистограммы нейрона, одного нейрона, который регистрировался в Таламусе. Сверху это ответ на гоу-условие, снизу это ответ на гоу-условие. Видны такие лицепротные отношения. И это были годы 80-е. Я помню, примерно в эти годы мы получили компьютер французский, Инсту-10. В эти годы у нас появилась возможность регистрации сигнала в диапазоне Г. И вот посередине вы видите как раз результаты этого исследования. Это локальные потенциалы мозга. Опять-таки, тесты гоу-ноу-гоу. Ну, опять-таки, видны изменения потенциала. Такие лицепротные потенциалы в ответ на гоу и нау-гоу. И я помню, когда я впервые показал эти результаты Натальи Петровны, она сказала, ну, слушайте, ну, вот потенциалы, локальные потенциалы, они же, в общем, имеют низкое пространственное разречение. Каким образом? Нейроны, одиночные нейроны, это понятно, они локальные. И нам много могут сказать о потенциале. И она была права, потому что она же, так сказать, провела много лет в Поленовском институте, записывая РГ у больных с опухолями. Она знала, что даже для того, чтобы понять, в каком полушарии находятся опухоли, это было достаточно сложно. Почему? Потому что РГ, как мы все знаем, имеет низкое пространственное разрешение. Так вот, наша лаборатория в последующие годы, она попыталась использовать различные методы, математические методы, физиологические, физические методы, для того, чтобы решить эту проблему, локализацию и улучшить локализацию с помощью ЭГЭ. Значит, как бы, видя, мой доклад, он посвящен нейромаркерам. И, конечно, нужно дать понятие, что это такое. Вот биомаркер – это параметр, который можно объективно измерить, и который может служить в качестве индикатора физиологических и патофизиологических процессов или фармакологических ответов на терапевтическое вмешательство. Ну, а если биомаркер имеет отношение к мозгу, то он называется нейромаркером. И в качестве нейромаркеров могут выступать спектры мощности ЭГЭ и волны потенциалов, связанные с событием. При этом здесь я уже не говорю о вживленных электродах, а я говорю о электродах, которые устанавливаются на поверхности головы человека и которые эти потенциалы снимают, регистрируют. Другое определение – нейромодуляция. Нейромодуляция – это совокупность методов изменения активности нейронов в мозге с помощью воздействия электромагнитных полей или с помощью биологически обратной связи с целью нормализации и модуляции нейронной активности. И к этим относятся магнитная стимуляция, электрическая стимуляция, постоянным и переменным током, глубинная стимуляция с помощью вживленных электродов, биологически обратной связи. Я хочу сказать, что вы посмотрите, вот можно сказать, это сейчас достаточно рутинные методы, а ведь Наталья Петровна, она стояла у истоков применения этой методов. Микрополяризация. Микрополяризация. В отделе Натальи Петровны была отдельная лаборатория, которая исследовала механизмы микрополяризации. Иван Васильевич Данилович. Помните? Значит, биологическая обратная связь. Наталья Васильевна Черниговская, опять-таки, в отделе нейрофизиологии человека, она впервые стала применять методы биологической обратной связи для лечения неврологических заболеваний. ДБС, сейчас это Deep Brain Stimulation, это сейчас, так сказать, рутинная вещь, использовалась во многих лабораториях. Наталья Петровна использовала это в 70-х, в 60-х годах. Это удивительно. Значит, смотрите, ну, после того, как Советский Союз распался, конечно, никакой речи о вживлении электродов уже не было, потому что это дорогостоящая операция, денег не было. И мы решили заняться исследованием электрических процессов, которые измеряются с электродов, которые находятся на поверхности головы человека. И, следуя, так сказать, идеям Натальи Петровны, мы должны были решить следующие задачи. Я попытался их здесь перечислить. Первое, это нужно было понять, что известно до нас в области когнитивных исследований, когнитивного контроля, выяснилось, что существует как бы два типа когнитивного контроля. Это проактивный и реактивный когнитивный контроль. Нужно было выбрать мозговой параметр, который может отражать эти процессы. Ну, всего было два параметра. Это осцилляция, спонтанная и вызванная, или это вызванные потенциалы, усредненные в ответ на стимул. Ну, мы попробовали и то, и другое, выяснили, что потенциалы имеют более мощную диагностическую сэндвис. Поэтому мы остановились на потенциалу, связанных с событиями. Дальше нужно было разработать адекватные психологические тесты. Мы тоже долгое время этими занимались. Нужно было доказать воспроизводимость и надежных измерений, которые мы делали. Нужно было разработать методы выделения скрытых компонентов. Мы потратили много сил. Сначала использовали методы главных компонентов, потом методы независимых компонентов, потом парафак-анализ, потом анализ совместной декорализации матрисковой реакции. То есть достаточно много попыток было. И, в общем-то, я не могу сказать, что мы нашли оптимальные, но, во всяком случае, на современном этапе эти методы нас удовлетворяют. Дальше нужно было найти корреляции, как вот те скрытые компоненты, которые мы выделяем, они коррелируют с известными нейропсихологическими параметрами, такие как, например, энергизация, на нейромониторинг и так далее. Потом нужно было, за счет того, чтобы мы меняли инструкции в тестах, меняли параметры стимула, нужно было посмотреть, как эти компоненты модулируются при соответствующих изменениях. Тоже много сил и энергии пришлось потратить. Надо было исследовать взрослые изменения компонентов. Связь компонентов с психическими и неврологическими заболеваниями. То есть, смотрите, для того, чтобы решить первую задачу, мы исследовали здоровых испытуемых. И в общей сложности количество испытуемых здоровых наших исследований превышает 2000. Представляете, 2000 здоровых испытуемых для того, чтобы, например, использовать методы, скажем, главных независимых компонентов, нужно достаточно большое количество испытуемых. Теперь, значит, мы записывали наши параметры у больных психическими заболеваниями, неврологическими заболеваниями. И здесь опять более 2000 пациентов. Теперь, следующую задачу, которую нам нужно было решить, это как компоненты отвечают на фармакологические его действия. В частности, мы изучали, как компоненты изменяются в ответ на психостимуляторы. Дальше нужно было прогнозировать реакции мозга больных на эти препараты. Мы использовали искусственный интеллект для диагностики заболеваний. Показали, что если использовать искусственный интеллект, то можно диагностировать некоторое заболевание с такой высокой специфичностью и высокой чувствительностью более 90%. Наконец, нужно было составить протоколы нейромодуляции для коррекции компонентов коррективного контроля. И сами понимаете, за всем этим стоит большая работа, большое количество статей, которые были опубликованы, причем в достаточно приличных журналах. И понятно, что наша одна лаборатория не могла это осуществить. И здесь я показываю, ну, естественно, сотрудников лаборатории, но и также других ученых из других стран, с которыми нам удалось посчастливее наработать вместе, и с которыми мы опубликовали достаточно много статей. Это и Норвежский университет науки и технологии, это и университеты в Швейцарии, в Польше, в Австралии. Так что я очень благодарен всем этим людям, с которыми я пришел заработать для решения этих проблем. Значит, ну, тест. Тест, который мы использовали, это двухсимульный тест. Симулы предъявляются парами, животное, 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 растение, 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 животное. интервал между первым и вторым стимулом порядка одной секунды. Ну, и видно, что, так сказать, в этом тесте здесь есть два, так сказать, этапа. Это этап проактивного когнитивного контроля, когда испытываются готовиться ко второму стимулу, на который нужно соответствующим образом реагировать. Есть и этап реактивного когнитивного контроля. Ну, и одна большая проблема, это как улучшить пространственную разрешимость вызванных потенциалов. И одна большая проблема, это объемная проводимость. Вы знаете, что даже элементарный депольт, он генерирует достаточно распределенную карту на поверхности головы, причем это распределение зависит сильно от ориентации. И один из методов, это перейти от потенциалов к плотности источников тока. И вот слева это усредненные потенциалы гоу-ноу-гоу-теста, о котором я вам рассказал выше, в терминах потенциалов и в терминах плотности источника тока. И посмотрите, вот карты на гоу-потенциалы и ноу-гоу-потенциалы, они очень перекрываются. То есть это говорит о том, что разрешение достаточно низкое. а уже в терминах плотности источника тока ответы на гоу-стимула и на ноу-гоу-стимула не перекрываются, что говорит о том, что вот эта трансформация с помощью просто второй производной она приводит к работает как фильтр и приводит к локализации источников. я люблю эти вещи показывать эту картиночку значит это вот результат применения метода скрытых компонент метода выделения скрытых компонент и это один из компонент значит топография томография низкого разрешения внизу ответы в стимуле значит зеленый цвет это гоу ответы гоу-пробы красный ноу-гоу и серый это проба которая игнорируется а вот на этом красочном рисунке каждая горизонтальная линия это один человек в котором ответ компоненты он кодируется светом увеличение положительное это красное а отрицательное это голубая значит здесь количество испытуемых 700 от 7 лет до 90 лет ну и видно что да с возраста меняется это второй компонент который опять-таки видно что он прогнозирует ошибку вернее коррелирует с ошибкой прогнозирования зрительной модальности красное это человек не может предсказать что будет зеленое это человек может предсказать и вот на красное возникает потенциал такая волна по 200 которая соответствует ошибку прогнозирования и когда мы смотрели где же этот компонент нарушен показалось что он нарушен при аутизме и кстати нормализуется при одностимуляции в соответствующих областях мозга следующий слайд это другой компонент посмотрите как сильный этот компонент меняется с возрастом отражает процесс реактивации связи между символом дело в том что когда мы даем инструкцию что человек может сделать в мозгу формируется соответствующая модель теста и в эту модель теста входят связи между символами и реакциями и вот эта модель судя по нашим данным она формируется в верхней теменовой коре и ее элементы они автоматически реактивируются при предъявлении стимула когда мы смотрели у какой группы психических заболеваний этот компонент уменьшен оказалось что он уменьшен участие детей с синдромом нарушения внимания гиперактивности и он нормализуется в ответ на ингибитор обратного захвата норадреналина следующий компонент это компонент мониторинга отражает процесс детекции конфликта и мониторинга его последствий то есть это как когда я говорю о мониторинге последствий то есть это активация ресурсов мозга для улучшения качества функционирования этот компонент он увеличен при абсциссивно-компульсивном расстройствах уменьшен при шизофрении и нормализуется при анодной стимуляции еще один компонент он отражает процесс подавления подготовленного действия то есть когда человек видит животное готовится к тому чтобы нажать на кнопку в ответ на второе животное видит растение он должен как бы подавить подготовленного действия и вот этот компонент собственно говоря визе он только в нового условия возникает он отвечает за подавление подготовленного действия когда мы смотрели в каких заболеваниях он нарушен выяснилось что он нарушен у больных шизофрении и у детей определенного типа с нарушением внимания и он нормализуется в ответ на ингибиторы обратного захвата дофамина стереотом ну в частности на в ответ на риталин происходит увеличение этого компонента сами понимаете для того чтобы Казани Леонидович все нормально то есть я отлично ну понятно что для того чтобы выполнить все эти задачи надо было много провести исследования мы опубликовали более ста работ очень неплохих журналов и семь монографий и четыре из них представлены здесь ну и предпоследний слайд который я хотел бы так сказать как-то подвести итог тому что я показывал значит таким образом вот наши исследования они говорят о том что мозг он строит модель текущего поведения и прогнозирует будущее с определенной вероятностью и в эту модель входит сенсорная часть и двигательная часть в нее даже входит соотношение между стимулами и реакциями и вот как различные области мозга они решают эти проблемы височная кора она формирует ошибку зрительного разголосования за счет сравнения восходящих и нисходящих зрительных потоков верхняя теменная кора она хранит представление связи между стимулом и реакцией передняя призна измелена она реагирует на разголосование в области ожидаемых действий и она также осуществляет мониторинг ситуации после обнаружения конфликта далее дополнительная моторная кора она реагирует когда необходимо подавить подготовленное действие и выясняется что каждое психическое заболевание каждое психическое расстройство имеет свой профи нарушение в указанных психических расстройствах у нас же есть скрытые компоненты у каждого человека можно померить компоненты которые связаны с определенными психологическими процессами и эти процессы эти компоненты можно модулировать современный метод модуляции и последний слайд это Наталья Петровна с ним сделан по-моему в 70-каком-то году я думаю что если Наталья Петровна смотрит на нас с небес то я думаю что она осталась бы довольна увидев что ее ученики они продолжают то дело которое Наталья Петровна начала много-много лет назад и которое является изучение нейрофизиологических механизмов психической деятельности спасибо